Всем привет! Добро пожаловать на канал Giveaway Motoblog. В этом видео я буду снимать переднее колесо со своего мотоцикла. КТМ 1290 Super Adventure модификация Т. Вот собственно колесо. Зачем я это буду делать? Дело в том, что я готовлюсь в дальнее путешествие. Ровно через месяц я выезжаю в сторону Памира. И где-то, наверное, с момента покупки мотоцикла меня беспокоило то, что когда отпускаешь руль, иногда бывает так, что начинается небольшой воблинг. Поэтому, честно сказать, очковое бывает порой, отпускайте обе руки. Поэтому я решил проверить колесо на балансировку. Поэтому я сейчас сниму это колесо, отвезу на местное мото-100 в Алмате и посмотрим, что ребята скажут, отбалансировано ли мое колесо. Возможно, это будет лечить проблемы с болтанкой. И я хотел бы воспользоваться этой возможностью и снять колесо подручными инструментами. То, что я как раз беру с собой в дальняк. Здесь вы видите, собственно, набор ключей. Здесь у меня набор для ремонта шины и так далее и тому подобное. В общем, не прибегая к домашним инструментам, я попробую это все сделать с помощью своего полевого набора. И посмотрим, получится ли у меня это сделать, имея то, что у меня под рукой. А если нет, то это звонок для того, чтобы я пошел и достал то, что необходимо для снятия колеса. Сейчас я хотел бы рассказать вам о последовательности снятия колеса. Значит, я изучил внимательно мануал. Скажу так, что в обслуживании этого мотоцикла я пока что профан. Заднее колесо я как бы с ним уже разобрался, снял то и все. И сейчас вот буду впервые снимать это колесо и посмотрим, как оно пойдет. Ну и так, в общем, по мануалу первое, что мы делаем, это снимаем датчик АБС. После этого мы расслабляем ось. После этого мы расслабляем шток вилки. Здесь внизу мы видим два туркцевых болта. После чего мы снимаем оба суппорта с двух тормозных передних дисков. Отодвигаем их в сторону. Ну и колесо после этого должно просто свалиться вниз. Да, и еще стоит не забывать о том, что нужно загрузить задок мотоцикла, чтобы переднее колесо было легче снять. Так, ну что же, ребята, у меня, значит, получился первый нежданчик. Я не знаю, почему это так. Неужели, я удивляюсь, может быть, действительно так было предусмотрено у завода. Просто посмотрите на вот эти два болта, которые идут на суппорт. Видите, здесь они идут торксовые. Вот они, торксовые. А когда мы смотрим на эту сторону, то здесь мы видим, что они стоят шестигранники. А, хотя я понял, почему. Здесь просто у меня стоит замок. Американский, родлоковский. Вот эта вот скоба, она и закрепится именно вот такими вот шестигранными болтами. Хорошо, что я это сделал дома. Потому что... Представьте себе, если бы этот нежданчик играл меня по дороге. Ну и, кстати, этого инструмента, это и этой головки шестигранной у меня не было. Вот эта вот самая головка. Ну и второй нежданчик. Около недели тому назад у меня начала течь правая нога вилки. Что я сделал? Я решил почистить пыльники, соорудил этот самодельный такой прибор. Прошелся, но, как мы видим, здесь все мокро. Короче, это не помогло. Я думал, как бы мне не пришлось перебирать саменькие вилки. Оба суппорта. Расслабил вилку. Так, снял крышку. Оси. Теперь нужно все, что нужно сделать, это толкнуть ее, вытащить ее с обратной стороны. Вот. И колесо освободится после этого. Можно будет просто надавить на задок. Ну и колесо вылезет после того, как я вытащу эту ось. Колесо мы сняли. Придумал я вот такое приспособление, чтобы мод не заваливался. В тот же момент, как я вытащил переднее колесо, морда решила клюнуть вперед. Я достал аккумулятор громадный, загрузил зад, чтобы хоть как-то он стоял. Вот. Ну и дабы подстраховаться, я еще поставил небольшие брусочки, чтобы было прям наверняка. Все. Вот оно колесо. Завтра это колесо я отвезу на балансировку. Ну вот и все. Надеюсь, теперь вы знаете, что к чему, как снимается. Всего доброго. До встречи в следующем видео. Пока.